сейчас мы зайдем под логином директора сначала рассмотрим импино управленческие функции далее мы рассмотрим аккаунт педагога и аккаунт ученика я вот зашел обратите внимание передо мной расписание вот этот мы сами урок добавили поэтому не обращать внимание что здесь там 1 2 3 1 2 3 это мы просто демонстрировали у меня сейчас стоит расписание что это за расписание как вы знаете некоторые директора школ являются педагогами и при этом могут несколько часов брать на себя вот как раз для этого расписания здесь есть я как директор школы который может преподавать взял шестой и 11 класс по некоторым предметам это демонстрационные все страницы будут тут иногда логика будет нарушаться что-то вроде типа математика иностранный язык физика не не принимайте прямо близко сердце это просто чтобы показать как все работает обратите внимание у нас сейчас теперь все менее будет слева не сверху вы отсюда сможете всем управлять для того чтобы поменять язык интерфейса не содержание уроков именно интерфейса мы меняем вот здесь в правом верхнем углу вот у нас поменялся интерфейс темы если я виду на русском языке останутся на русском языке а все остальное вокруг поменяется это важный момент есть язык преподавания именно есть язык интерфейса вообще как кому как удобно обычно это совпадает но бывают исключения нам сейчас вот эта верхняя часть не нужна мы ей воспользуемся когда войдем под учительским аккаунтом нам нужно открыть вкладку управление вот здесь у нас ученики и классы учителя и расписание сейчас давайте вернемся к презентации нам необходимо поработать со списком учителей заходим в управление заходим ой извините списки учителей вот все учителя которые есть в нашей школе вы здесь можете через систему поиска найти необходимого преподавателя вот я начинаю набирать фамилию к примеру везде где совпадение сидят неважно не фамилии если допустим в отчестве где-то совпадение идет у нас будет отображаться данный педагог далее я могу сортировать в алфавитном порядке по возрастанию алфавитном порядке по убыванию могу то же самое сделать с логинами вот здесь у нас как раз рядом с каждой фамилией отображены логины и рядом отражены пароли пароли в таком виде скрыты на случай если вы вдруг оставили включенным компьютер и рядом кто то там из детей ходит или еще ну в общем от посторонних глаз сейчас давайте я вам попробую как сделать так чтобы показать пароль вот я допустим хочу вот этого педагога узнать его пароль я нажимаю на вот этот глазик серый у меня отобразился пароль нажимаю повторно он скрылся вот так вот будет работать максимально просто далее я могу скачать аккаунты в формате excel там будет фамилии логин пароль отображаться и оттуда копировать и раздавать кому необходимо получить данные аккаунты далее что за кнопочка вот здесь зелененький глазик это просмотр анкеты вот допустим я открываю данную анкету хочу допустим добавить фамилию в данном случае отчество и фамилия это одно и то же ладно давайте другого к ходе найдем вот добавим здесь отчество я могу при необходимости удалить данного педагога из списка нашей школы если он там ушел на пенсию к примеру я удаляю он не будет отображаться могу посмотреть пароль могу редактировать данные давайте попробуем отредактировать добавив отчество могу поменять дату рождения это вообще графа не обязательно у нас обязательно граф который для заполнения это фамилия имя пол отчество и дата рождения обязательно но я могу поменять к примеру если хочу сохраняем вот у нас отчество появилась информация обновил давайте попробуем добавить нового учителя нажимаем добавить учителя пишем сюда фамилию имя пол как я сказал отчество дата рождения обязательно писать сохраняем обратите внимание у меня сразу автоматически сформировался логин автоматически сформировался пароль и данная анкета уже действует ее можно уже предоставить давайте наберем вот как раз все у нас по по данному совпадению в поиске вот она вышла вот ее пара это добавить одного педагога что делать если мы хотим добавить сразу несколько педагогов заходим в импорт учителей вот здесь вот у нас есть шаблон как заполнять мы его скачиваем давайте быстро попробую провести изменения в данном шаблоне так я провел изменения к примеру я добавил педагога давайте я попробую его прикрепить вот файл прикрепился обратно в общем можно будет добавить учителей сразу всем списком целиком теперь возвращаемся в наш слайд добавим классы заходим в управление заходим в класс вот все классы которые есть в нашей школе смотрите у нас можно сортировать по возрастанию по убыванию параллель язык обучения можно только казахский сверху оставить или наоборот только русский сверху оставить язык обучением классный руководитель обратите внимание сейчас у меня все классы руководителя указаны здесь может быть написано не указано по моему не задано вот не задано оранжевым текстом сейчас я продемонстрирую как это будет вот класс вот количество учеников вот классный руководитель давайте попробуем просмотреть класс вот у нас 11 а вот его класса руководителя нажимаем на глазик вот список учеников я прямо отсюда же могу добавить ученика именно в этот класс но мы сейчас пока этого делать не будем еще вернемся к этому дальше я могу отредактировать данный класс то есть изменить лидеру изменить классного руководителя давайте попробуем поменять выбираем педагога ну допустим поменяем лидер вы наверное нет таких классов но я для демонстрации чтобы мы легко могли найти данный класс вот он я изменил педагога изменил лидеру теперь давайте попробуем добавить класс с нуля нажимаем добавить класс указываем параллель выбираем язык обучения выбираем классного руководителя сохраняем давайте попробуем найти вот он класс добавился я если вдруг считаю что это лишний класс я могу его удалить ну давайте вот удалим одиннадцатый Z у нас их два один явно лишний я нажимаю на крестик система переспрашивает на случай если я случайно удалил вот я удалил лишний класс теперь давайте попробуем возвращаемся сюда нам нужно сформировать список учеников мы можем опять же я говорю если мы нажмем на вот этот классик прямо сюда добавить ученика сейчас мы зайдем слева раздел и здесь ученики по всей школе все кто есть в нашей школе здесь все ученики я могу это все скачать в excel там будет указано фамилия и имя класс, логин, пароль эти вещи будут указаны в данном файле вот я их скачал теперь давайте попробуем добавить выбираем имя пишем здесь здесь пишем фамилию в данном случае у него фамилия она же отчество отчество мы пропускаем выбираем класс так мы создали девятый вот давайте туда и добавим его указываем пол сохраняем вот у нас логин сформировался у нас сформировался пароль класс и при необходимости я могу исключить из списка наших учеников или вдруг если что-то мне нужно поменять я могу редактировать данные давайте попробуем найти данного ученика вот он здесь появился вот здесь класс его его логин его пароль также можно сделать будет добавить целый список учеников по форме которая здесь указана шаблон скачиваем заменяем необходимые фамилии добавляем сюда обратно и сохраняем теперь класс учителя готовы теперь мы можем работать с расписанием все это уже последняя финишная прямая в данном расписании нам необходимо проверить все уроки назначены ли там педагоги посмотреть по неделям расписание после того как эту работу проведет завуч-директор иногда в некоторых школах это информатик после того как это будет работа проведена все можно полноценно использовать ресурс я сейчас вам покажу как это может сделать здесь у нас параллель опять же можно сортировать литера язык обучения и вот обратите внимание это уже новый столбик заполненность педагогов где-то указано 100% где-то 33% что это значит что в одиннадцатом в данном случае из к примеру 12 предметов только треть то есть 4 предмета заполнены педагогами то есть я прикрепил там химика прикрепил математика прикрепил физика прикрепил и литературу остальные 8 предметов они свободны там не назначен педагог соответственно педагог не видит данный урок в своем расписании у учителя может сам предмет то и будет отображаться тема но педагог не будет вести как раз этот весь контроль мониторинг и так далее давайте попробуем добавить нажимаем на вот этот глаз а прежде чем мы туда перейдем у нас еще одна графа остался который мы не упомянули это количество часов здесь вы можете как раз проверять по КТП совпадает ли количество часов и так далее давайте откроем урок обратите внимание какие-то вот наше расписание какие-то уроки зеленым цветом каким-то красным красным подсвечены уроки где не назначены педагоги давайте посмотрим содержание в каждого урока у нас есть надпись вот такая это значит что данный урок стоит по расписанию которое дали мы если он будет пустым значит этот урок добавили вы сами или этого урока у нас на анаболимент к примеру нету тоже по этой причине может быть он без текста далее русский язык предмет тема и педагог который ведет данную в данном случае это наш тестовый аккаунт завуча обратите внимание вот здесь будет написано не задан в тех предметах где предметник не прикреплен мы можем скачать это расписание мы можем переключить классы мы можем переключить четверти в данном случае доступна будет только первая четверть можем переключать недели вот допустим понедельник у нас был выходной здесь уже полноценный понедельник вся неделя отображается слева направо у нас с понедельника по пятницу вниз количество уроков количество уроков вниз не ограничено сколько хотите столько добавляйте ну понятно что вы ограничены в количестве уроков но функция такая есть чтобы там не было каких-то проблем именно с количеством уроков нужно как-то добавить или еще что-то теперь давайте попробуем отредактировать данное расписание нажимаем на кнопку редактировать расписание оно в правом верхнем углу вот у нас наше расписание готово к редактированию выбираем предмет вот к примеру я выбираю алгебра начала анализа выбираю преподавателя который будет вести это сохраняю вот у меня педагог назначен цвет поменялся и эту работу мне просто нужно будет провести по всем предметам по всем предметам сохраняем ну давайте работа в принципе это однообразная наверное мы сохраним представим что мы назначили всех педагогов у нас все поменялись цвета необходимо отметить если вы допустим иностранный язык проставляете здесь педагога если он где-то повторяется давайте проверим он будет назначен и в другом месте вот здесь иностранный язык тоже ведет то же самое алгебра начала анализа если мы здесь назначили автоматически проставилась везде где у нас алгебра и начало анализа теперь мы сейчас редактировали расписание давайте еще попробуем добавить новый урок нажимаем плюс выбираем предмет не знаю в десятом классе в одиннадцатом классе по-моему сейчас нет черчения ну давайте я попробую добавить все я предмет добавил вы можете любой список предмет выбирать и добавлять в данном классе вот он здесь отобразился теперь нам необходимо чтобы данное расписание отображалось ученикам заходим нажимаем точнее кнопку пересчитать расписание у нас система переспрашивает мы подтверждаем данное расписание сохранилось и отображается нашим ученикам и нашим педагогам вот обратите внимание вот у нас новый предмет который мы добавили он не подсвечен зеленым потому что по тему мы там еще не указывали давайте попробуем теперь поработать вот расписание у нас в принципе можно с ним уже работать если мы зададим всех педагогов у нас все будет полноценно работать всем все отображаться это последняя функция управления мы ее добавили тоже сегодня ночью мы ее сделали для того чтобы вручную не назначать в каждом в каждой параллели педагога вручную мы решили упростить вот у нас календарно-тематические планирования отсюда же вы можете добавлять предметы к примеру в нулевой класс есть у нас вы можете предметы по нулевому классу добавить сюда даже если у нас содержания этого нету если этот урок не разработан вы можете его добавить сюда и отсюда ученик сможет обучаться тем уроком который вы сами учитель сам прикрепит опять же параллель язык обучения заполненность здесь имеется ввиду заполненность та же самая да как у нас в расписании было допустим 10 а у нас 91 процент заходим сюда видим что у нас казахский язык и литературу никто не ведет нажимаем вот сюда назначаем преподавателя сохраняем вот основу правоведения тоже у нас никто не ведет а там дело в названии пока правоведение именно не работает потому что там основу права и основу правоведения немножко запутала система сейчас они уточняют как верно будет и поменяется вот биология давайте назначим биолога сохраняем все биология у нас преподаватель назначен теперь мы в этом списке можем добавить не только преподаватель но и можем добавить предмет с нуля я помню когда-то давно в начальных классах была например вот начальная военная подготовка добавляем начальную военную подготовку назначаем педагога сохраняем такой предмет уже есть так какой у нас предмет тогда отсутствует ну религиоведение да такого предмета нет представим что в 11 классе мы его добавили мы отсюда также можем удалить просмотреть содержание урока вот здесь все темы которые по данной теме то есть мы можем добавить не только предмет но и прописать по нему темы вот допустим казахский язык в 10 а еще не проставленная тема я нажимаю редактировать выбираю тип урока ставлю мой урок и пишу тема урока максимально просто сейчас буду писать чтобы что-то заполнить сохраняем здесь здесь я указываю задание которое я могу предоставить при необходимости могу прикрепить файл и отправляю данный урок теперь стоит в ктп я могу сюда также добавить ссор соч и так далее в содержание он будет отображаться в том классе в 10 классе который я загружаю то есть смотрите что такое ктп он именно создан для того чтобы вы могли формировать те уроки которые которых нет у нас например это там один два урока таких возможно нулевые классы возможно для специализированных школ там может музыкальные школы и так далее вот эта часть нужна именно для них они будут его часто использовать всем остальным общеобразовательным школам сюда можно даже не заходить оно вам и не особо понадобится в принципе все я вам продемонстрировал все функции управления новых прям принципиально функций здесь не будет только внутри какие-то мелкие вещи дорабатываться этим уже можно полноценно пользоваться этим уже можно полноценно пользоваться и Музыка вы